Итак, короткое видео хочу записать о том, как не надо жить, о том, как не надо делать правильно. Смотрите, с левой стороны вы видите, соответственно, левую мою руку в лангете, которую я нарушил и получил заболевание под названием теносиновит ровно с ровного места, извините за тавтологию. То есть, практически поднял эту болячку вот таким же вот образом. В чем, как говорится, заключается проблема? Когда после Нового года я поменял себе смартфон, и вот вы его видите, вот он новенький, а на старый я снимаю, у меня еще не было вот этой вот штучки, вот это вот колечко, которое шло из Китая достаточно долго. Но так как возможности у меня пользоваться им по-другому не было, я им пользовался без этого конца, а именно, что я делал? Я зажимал вот так вот в ладони смартфон, только вот этой вот рукой, и, соответственно, тапал по экрану, писал комментарии и так далее и тому подобное. Вот эта часть, вот эта часть начала напрягаться. В итоге я получил воспаление сухожилия, блять, даже сейчас больно, вот в этом вот месте, понимаете? Вот в этом месте у меня произошло воспаление от вот этих вот, от однообразных движений в напряжении пальцем. В результате я уже с февраля месяца, нормально не могу пользоваться этой рукой, прошел курс лечения, съездил на МРТ в Екатеринбург, значит, мне подтвердили теносиновид, значит, вот в этой части. И в чем заключается проблема? Вот этот палец, он вызывал дичайшую боль при вот таком вот нажатии. То есть боль была очень-очень сильная, и, ну, сейчас вот еще как-то там получается сгибать. Ну, короче, была очень сильная боль, невозможно было пользоваться левой рукой. Лечение не помогает, единственный вариант, вот как написано в некотором справочнике, первым пунктом идет покой или иммобилизация, тепло или холод, зачем лечебная физкультура. Сейчас я уже месяц нахожусь в этом лангете, я чувствую, да, позитивные изменения, то есть если раньше я вот так вот, это вообще дичайшая боль была, сейчас более-менее. Но, сами видите, рука не айсовая, да, тут вот уже, вот здесь вот у меня от постоянного, сами понимаете, от постоянного лангета у меня уже сформировалась отечность небольшая, время от времени я руку вытаскиваю, но в целом ничего хорошего, как говорится, от этой болезни я вам посоветовать не могу. Да что такое-то, да, ну, в общем, сейчас решение в данном случае, в моем случае, проблемы заключаются в том, что, бесят вообще, что я надеваю палец на, надеваю на палец вот это кольцо и вот таким вот образом пользуюсь. Ну, все, фокусировка сбилась, не знаю, двадцать старый смартфон, нифига, фокус не ловит. Вот, таким образом, как бы, когда на пальце надето, более-менее можно пользоваться, потому что напряжение держать вот так вот не надо. Держать не надо и можно, как говорится, иногда руку расслаблять. Имейте в виду, что если с вами такое произойдет, лечение будет очень дорогим, дорогостоящим и долгим, и ничего хорошего от этого вы не получите. Вот, в общем, предохраняйтесь. Ну, и да, записываю ролик для тех, кто Ивана Соломоновича потерял. Ивана Соломоновича до середины лета, как минимум, в отпуске. То есть у меня только месяц в лангете рука, и я только сейчас начал чувствовать какие-то позитивные изменения. То есть уже боли дикой адской нет. А надо, ну, хотя бы два месяца в нем походить, потом ладить. Такие дела. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.